Уважаемые главы государств, уважаемые участники заседания, искренне рад приветствовать вас на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которым обобщается проделанная в текущем году работа. Рад поприветствовать также почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета Нурсултана Абищевича Назарбаева. Хочу также искренне поприветствовать глав государств-наблюдателей президента Республики Узбекистан Шавката Мирамоновича Мирзеева и президента Республики Куба Мигеля Марио Диас-Канель Бермудеса. Хотел бы поблагодарить еще Касымжемарта Камелевича Токаева за усилия, направленные на реализацию приоритетных целей и задач, обозначенных в рамках казахстанского председательства. Очевидно, что на фоне слаженного взаимодействия государств-членов и комиссий, а также принятия целого ряда важных решений, направленных на повышение роли Союза в социально-экономическом развитии государств-членов, председательство можно считать исключительно продуктивным. Уважаемые коллеги, по прошествии года после принятия стратегических направлений развития Союза на ближайшие пять лет можно говорить о весьма обнадеживающих промежуточных итогах. Важным аспектом развития евразийской интеграции и одним из главных критериев взаимодействия ЕС должно стать развитие внутреннего рынка Союза. Именно обеспечение функционирования внутреннего рынка без барьеров, ограничений и изъятий станет мощным импульсом для экономического промышленного роста наших государств, повышения их конкурентоспособности, активизации бизнеса, создания дополнительных рабочих мест, сокращения безработицы. Активизация и углубление интеграционных процессов будут способствовать структурным преобразованиям экономик государств Союза, их модернизации и диверсификации, что имеет исключительно важное значение в условиях колебаний мировых цен на сырьевые товары и усиления кризисных явлений в глобальной экономике. Кроме того, очевидно, что торговля услугами, которая стала динамичным компонентом в современной мировой экономике, является новым стимулом для диверсификации экспорта развивающихся стран. В таких условиях растет важность повышения экспорта услуг странами, участницами ЕС, объем которого пока не столь значительен. Проведенный мониторинг реализации планов либерализации и анализа рынка услуги ЕС и государств-членов позволит сформулировать ряд проблем его функционирования и продолжить дальнейшую конструктивную работу на основе взаимопонимания и учета интересов всех государств-членов. Нам также следует воплощать в жизнь стратегическую задачу постоянного увеличения доли национальных валют в расчетах по торговым сделкам внутри ЕС. Текущие инфляционные явления и рост цен во всем мире в очередной раз подтверждают эту необходимость. Еще одной ключевой составляющей эффективного развития объединения, выделенной в стратегии, является расширение горизонтов международного сотрудничества и создание широкой сети торгово-экономических связей. В этом контексте считаю важным еще раз обратить внимание на заинтересованность в скорейшем заключении полноформатного соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕС. Опыт функционирования временного соглашения с Тегераном наглядно показывает наличие потенциала и перспективы дальнейшего углубления сотрудничества. И несмотря на достижение взаимовыгодных договоренностей по ряду вопросов в ходе первого раунда переговоров, прошедшего в Ереване в начале ноября, продление временного соглашения на этот период вполне оправданно. За эти годы мы выработали различные форматы взаимодействия с третьими странами. Решение этих задач обобщено в основных направлениях международной деятельности ЕС на 2022 год, где зафиксированы ключевые векторы и практические приоритеты международной деятельности Союза на следующий год с выделением потенциально перспективных направлений. Уважаемые коллеги, в рамках евразийской интеграции сформулировалась достаточно устойчивая институциональная база, налаживается работа общего рынка и есть определенные успехи в сфере международного сотрудничества. Вместе с тем, для того, чтобы уверенно смотреть в будущее, на данном этапе мы должны адаптировать уже созданные к меняющимся внутренним и внешним условиям. Это непрерывная работа, о чем свидетельствует согласование второго большого протокола. Кроме того, очевидно, что выход на опережающие темпы развития возможен при реализации конкретных проектов высокотехнологической индустрии путем создания технологических цепочек, совместных инженерных лабораторий, технологических систем и диагностических институтов. Развитие промышленного потенциала находится в прямой зависимости от цифровизации промышленной среды, а это значит более широкое применение высокоскоростной вычислительной инфраструктуры и производственной базы микроэлектроники. Эти ресурсы взаимозависимы в развитии и требуют согласованных усилий. Отмечу, что Армения имеет определенный потенциал, который может быть востребован при формировании на пространстве ЕС мегапроектов в области цифровых технологий. Естественно, что реализация цифровой повестки не является самоцелью. Она должна быть приориентирована на достижение конкретных результатов. Именно в этом контексте рассматриваем вопрос применения в ЕС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Это станет серьезным дополнением к процессу цифровой трансформации, а также значительно упростит процесс контроля грузоперевозок как в рамках ЕС, так и транзитных перевозок по территорию государств-членов ЕС. Уважаемые участники заседания, ввиду того, что в 2022 году председательство в органах ЕС переходит к Кыргызской республике, хотел бы пожелать успехов и подтвердить готовность к взаимодействию со всеми государственными членами в интересах развития Союза. Благодарю за внимание и хочу еще раз пожелать успешного председательства Республики Кыргызстан. Садыр Нургожоевич, всего доброго. Спасибо.